ДОМСКА ТВ продолжает работу в прямом эфире. Прямо сейчас «Ни слова о политике». Говорить мы сегодня будем о театре. И у нас в гостях режиссер и художественный руководитель Харьковского театра «19» Игорь Ладенко. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Если я правильно почитала, то в этом году театру исполнится 18 лет. Правильно. То есть такое же совершеннолетие полноценное. Да. Давайте по порядку, с чего все начиналось. Я так понимаю, что театр возникал как студенческий. Не студенческий. Студенческий театр предполагает непрофессионализм определенный, любительство, так сказать. А в нашем случае мы просто учились в институте, в театральном, в профессиональном институте. Я на режиссерском факультете. Эти ребята, актеры на актерских. И возникло вот это самое ядро из режиссера и актеров, которое стало впоследствии театром. То есть я глубоко убежден в том, что театр искусственно сделать невозможно. Он должен родиться. И вот в нашем случае это произошло. То есть подобралась такая правильная команда, которая… Абсолютно верно. То есть самое главное вот это ядро единомышленников. Причем уже на тот момент у нас был опыт работы в государственных театрах. И у нас было некоторое разочарование в системе государственной. Оно, в общем-то, и остается с оговорками по сей день. Ну, особенно в те времена. Это конец 90-х, начало 2000-х. Вообще все было не очень хорошо с театрами. Да, и у нас было… То есть как, собственно, всегда это возникает. Появляются молодые амбициозные люди, которым не нравится то, что вокруг. Которые сначала пытаются сломать систему, она не рушится. Да, и тогда возникает вот это альтернативное движение. Я когда учился в магистратуре, потом в центре Мирхольда, я даже писал работу магистрскую. Ну, можно было тему самому выбирать. И я, естественно, выбрал тему «Альтернативное независимое театральное движение». Так сказать. То есть, собственно, чем вот в 18 лет, получается, уже и занимаемся. А вот что как раз не устраивало в театрах таких государственных, привычных нам? И что хотелось изменить? Вот какой подход, что нового хотелось привнести? Вот в чем альтернатива, собственно? Какую альтернативу предложили? Как это было во все времена, как Костя Треплев в «Чеховской чайке» боролся с рутиной. Рутина. Рутина и формальность. То есть хотелось больше творчества. Когда людям не нравится то, чем они занимаются, это сплошь и рядом, когда люди, я имею в виду актеры, ну и другие творческие работники, когда им не нравится театр, в котором они работают, но у них нет другой возможности, и они ходят на работу. И это, в конечном счете, это превращается в очень тяжелые психологические расстройства и нарушения, потому что, ну нельзя, это разрушительная очень вещь. То есть был всегда убежден, и по сей день, тем более, все больше и больше укрепляюсь в этом, что театром можно заниматься только в кайф, только в удовольствие. Если тебе это перестает приносить удовольствие, либо само занятие вообще, либо компания. Потому что я совершенно уверен в том, что вообще в этом деле, в нашем, самая главная компания. Я, конечно, разделяю полностью эту точку зрения, что даже, в общем, не очень важно, что ты делаешь, а важно, с кем ты это делаешь. Но наверняка за эти 18 лет были разные периоды у театра. Как удалось стать одним из самых таких востребованных, не государственных театров в Украине? Потому что действительно у вас огромное количество наград, и даже не хватит времени все это перечислять. Вы постоянно участники различных фестивалей, театральных форумов. То есть то, к чему стремятся очень многие театры, но немногим действительно, пока что это удается в Украине, во всяком случае. Вот какой-то секрет у вас, какая-то формула выработалась? Вот, наверное, какой-то секрет в отсутствии секретов. Никогда об этом не думалось. Все всегда происходило у нас естественным образом. Если мы с кем-то переставали понимать друг друга, или нам переставало, как-то намечались у нас какие-то разные видения, например, процесса, то мы расставались. У нас никогда не было искусственно поддерживаемых творческих отношений, например, и так далее. Мне когда-то... Очень многие теоретики театра, они определяют вот это число, сколько живет театр. Разные они называют цифры, но... Имеется в виду одним коллективом, да? Вообще, вот да. Театр — это живой организм. Вот мы начали с тем государственных театров. Там же очень часто получается такая штука, что есть здание, есть штатное расписание, есть фасад, есть на нем вывеска, а театра как организма давно уже нет. И вот сколько живет вот это существо. И, пожалуй, вот число семь, я могу теперь уже поддерживать эту точку зрения. Театр, в общем, живет семь лет. После этого должно что-то произойти, должно произойти... Какие-то новые вливания, да, свежая кровь. Либо свежая кровь, либо какие-то новые идеи, либо какая-то трансформация обязательно. И вот, оглядываясь сейчас назад, я очень для себя внутри, я очень четко вижу первый семилетний срок, который заканчивался таким, в общем, несколько кризисным моментом, где театр мог закончиться. Вот если бы в тот момент не появилось что-то новое, но это долго разговаривать об этом, я вот о сути. И если бы не появилось бы что-то новое, другое, мы бы не вышли на вот этот следующий семилетний цикл. Потом прошел вот следующий, вот нам было 14 лет, и опять, в общем-то, было ощущение, что все заканчивается. И снова появилась другая энергия, другой поворот, другой этап. Ну, кстати, вот любой психолог же скажет, да, что и человек развивается с семилетними циклами, и отношения в семье тоже, да, семилетний цикл, и в каждой семье это какой-то кризис, который нужно преодолевать. Именно поэтому я к этому очень серьезно отношусь в отношении театра, да. Но опять-таки вы нашли, да, что нужно делать, вот вы каждому семилетнему вот этому циклу, вы уже готовитесь, очевидно, и понимаете, что нужны какие-то изменения. Причем это не головной, это не интеллектуальный подход. Это скорее попытка прислушаться. Оно само выводит, оно само подсказывает, надо просто услышать. Ну и честно, в общем, мы стараемся этим заниматься просто. Мы не гонимся там за какими-то материальными вещами или за какими-то... То есть есть более короткие пути для достижения каких-то или материальных успехов, или успеха такого в плане славы, там какой-то... Вот как этот баланс как раз соблюдать, потому что все-таки театр должен как-то существовать на что-то, осуществлять постановки, зарплаты артистов и так далее. Это очень сложно. При этом все-таки не идти совсем уже на поводу у публики, да, не отвечать вот каким-то таким запросам. Вот как здесь эту золотую середину соблюсти? Сложно, очень сложно, очень сложно. Соблазны рядом... Тем более публика разбалованная различными ТВ-шоу и так далее. Совершенно верно. С публикой у нас происходят не очень хорошие вещи. По-моему, я никого не хочу обидеть, но по моему мнению, с театральной публикой... Собственно, театралов становится все меньше и меньше. Это в Украине или вообще во всем мире? Я думаю, ну, я говорю об Украине сейчас. Об Украине? Я говорю об Украине. Я, собственно, не располагаю в общем мировой... Хотя какие-то явления, я думаю, характерны. Ну, вы общаетесь наверняка с коллегами... Но у нас... Тут очень просто все объяснить. Театры все брошены на произвол судьбы, в общем-то. Они все вынуждены выживать. Для того, чтобы выживать, они ищут самый короткий путь. То, что наверняка... Это такого дешевого, совершенно примитивного развлечения. Театр все-таки, как бы это пафосно ни звучало, он должен человека развивать. Он должен человека немножечко приподнимать выше. Театр сейчас в большинстве своем, в силу тех условий, о которых я говорю, он опускается. Вот он так на потребу. Этот путь, он короткий, в общем-то, но он плохой. Потому что театр... Опять-таки пафосную вещь, скажу. Но театр это все-таки некоторая миссия. Только так вот к этому, мне кажется, можно и нужно относиться. Как для себя решать эту задачу? Потому что все-таки у вас есть и постоянная аудитория, и вы довольно активно ездите на гастроли. То есть востребованность есть, при этом все-таки определенный художественный уровень своих постановок вы соблюдаете. Да, это дело не только в художественном уровне постановок. Тут еще вопрос в том, чего мы хотим друг от друга. Чего я, например... Я ни одной пьесы никогда не поставил, вот то, что называется, на потребу. Вот я никогда ни одной пьесы не поставил, вот там, допустим, мне попадались разные пьесы. Ты понимаешь, что она будет кассовая, она будет иметь успех. Но она отвратительная, она глупая. Она просто очень глупая и пошлая. Я не хочу этим заниматься. Ни одной пьесы я таким образом не выбрал. Все пьесы, которые я выбирал, они, во-первых, очень разные, потому что хочется быть интересным своему зрителю. Для этого его надо, действительно, его надо каждый раз удивлять. Ему надо давать что-то новое. И мне очень радостно и приятно от того, что у нас, например, актеры наши, трупа-то у нас маленькая очень, практически одни и те же актеры заняты во всех спектаклях. При этом они совершенно разные. Они не работают на каких-то трех штампах и трех красках опробированных. Мы каждый раз ищем, я им предлагаю что-то новое, они это что-то новое вместе со мной ищут. И таким образом, в том числе, мы стараемся быть интересными зрителю. А пьесы я выбираю только те, которые меня, как человека, в первую очередь волнуют. Если там есть вот эти какие-то болевые точки, болевые моменты, я скажу так, очень даже примитивно, если вот я обращаюсь к пьесе или новой, или к уже известной мне пьесе, ну вот подошло время сейчас к ней обратиться, и вот что-то ёкает, то я очень люблю это ощущение, я предполагаю, что вот так потом ёкнет у зрителя. А если вот не ёкает, то тогда незачем этим заниматься. Очень коротко и ясно. На самом деле я хотела, да, поговорить о репертуарной политике театра, вы так сами к этому подвели. И, в принципе, около одной постановки в год вы, как режиссёр, ставите. Да, мы не гонитесь. Вы не гонитесь там за количеством. Не гонитесь за количеством. То есть, действительно... Нам, во-первых, у нас нет своего помещения у театра. Мы много лет, собственно, вот больше 15 лет, мы базируемся в Харьковском доме актёра, но мы положили начало этому движению в своё время, на этом этапе негосударственных театров. Но сейчас их стало очень много, этому надо бы радоваться. Но дом актёра наш превратился в такую рукавычку в известной сказке, где просто совершенно... Мы... Наш репертуар, например, на сегодняшний день, он позволяет это играть, ну, в два раза больше, чем мы играем на самом деле. Сколько сегодня названий идут репертуар? У нас на сегодняшний день 10 названий, вот, самых разных, более большого формата, меньшего формата, для большой сцены, для малой сцены. Просто, если примитивно сказать, просто негде играть. Очень тяжело. Это опять-таки, есть веяние времени. Слава Богу, у нас происходит живой театральный процесс. Таких, как... То есть, вот сейчас заканчивают молодые ребята, они заканчивают театральные вузы, они хотят делать что-то своё. Они не хотят идти там в мёртвые, малоинтересные театры, существующие. Соответственно, есть веяние времени, есть потребность времени. Это вот такие свободные, прогрессивные, современные площадки. Как, например, вот площадка Одесского культурного центра «Махарова Журавля», где мы будем сегодня, в который раз, счастливо играть наш спектакль. Об этом обязательно поговорим тоже подробно, да, о спектакле. Вот, и вот в Харькове такая площадка, по сути, одна, и там становится тесно, вот, там очень тесно. Вот, поэтому в этом есть главная сложность, будем так говорить, вот на сегодняшний момент. Что касается количества спектаклей. Но я, в принципе, никогда не гнался за... Ну, то есть театр — это не конвейер. Ну, нельзя планово выпускать там каждые 2-3 месяца спектакль мне, одному человеку. Вот, потому что надо же... Должно же быть время и остановиться, и взять паузу, и подумать, и вообще понять, чего ты сам хочешь, и что тебе нужно, так сказать, и так далее, и так далее. Потому что, по большому счёту, это наше дело, оно чрезвычайно сложное. И в то же самое время чрезвычайно простое. Как относиться? То есть, в принципе, поставить спектакль, там, развести по сцене несколько артистов по стульям и по диванам, которые выучат какой-то дурной текст, и там подзвучить всё это какой-то весёлой музычкой, это совершенно несложно. И может даже показаться, что это похоже на спектакль, и люди будут приходить, хлопать. Но зачастую так же и происходит, и приходят, и хлопают. Да, да, да. И как вот всё-таки боретесь с тем, чтобы приходили и на другие спектакли? Делать альтернативу, делать всё. Просто нужно предлагать, да? Я просто глубоко убеждён. Ну, это вот сейчас каждый второй, если не первый, повторяет эту фразу, она стала банальностью. Вот делай то, что должно, и будь как будет. Вот это я абсолютно согласен. Вот делай, что должно, и всё остальное будет так, как должно быть. Я так просмотрела Ваши репертуары, и мне кажется, что всё-таки Вы делаете больше акцент на современную драматургию. Ну, есть у Вас Шекспир, но тем не менее, всё-таки больше современных факторов. Больше да. Ну, во-первых, пока так действительно происходит. Мне интересно, особенный интерес открывать новое. Открывать материал, пьесы, которых ещё никто не ставил, драматургов, которых особенно никто не знает. Быть таким, в общем, как бы первопроходцем. Что касается классики, классика, во-первых, конечно, она более затратная, скажем так, и в человеческом плане, в количественном плане. У нас был такой этапный для нас спектакль в своё время, который уже не идёт, Павел I по Мережковскому. Вот, мы, конечно, там превратили огромнейшую, громоздкую пьесу, пятиактную, там, наверное, с пятью десятками действующих лиц, мы превратили в спектакль на троих, который шёл, по-моему, час пятнадцать. Вот, мне казалось, главное мы сказали. И всё-таки, тем не менее, классика в большей степени предполагает некий масштаб. Ну, и классика, опять-таки, всегда для неё и нужно время, очень точное. И очень важно, конечно же, сто пятьдесят восьмой раз ставить то, что до тебя уже делали, малоинтересно, если ты не придумаешь что-то своё. Ну, какую-то свою подачу, свою идею какую-то принесёшь. Что-то, что-то. Вот. Хотя, вот я говорю, Мережковский, потом у нас был очень важный для нас спектакль «Хулия славлю» по Маколе Кулешу, по пьесе «Хулия хурына». А это, безусловно, тоже классика. Ты знаешь, этот спектакль даже в какие-то рейтинги вошёл. О, да, этот спектакль вошёл. Как правильно, потому что я боюсь ошибиться в названии этого списка. Мне несколько лет назад подарили эту роскошную книгу. Это вот такой фолиант, который выпустила Киевская академия искусств, если я не ошибаюсь. Это серьёзный фундаментальный научный труд. Сто лучших украинских спектаклей двадцатого века. И вот наш спектакль «Хулия славлю», который, правда, он вышел в 2003 году, но его, так сказать, отнесли всё-таки, ну, это правильно, к двадцатому веку. Это, конечно, и там великолепная рецензия. То есть вот это осталось, так сказать, спектакля уже лет пять как нету, но он остался вот в истории. Он действительно остался в истории. И это, конечно, колоссальная честь, что мы украинский театр. И вот попасть в эту сотню, это, конечно... Ну, это действительно определённое признание. А вот не приходилось вам сталкиваться с таким отношением официальных театральных деятелей, скажем так, что это что-то несерьёзное, негосударственный театр. Но это... Тем не менее, ну, вы вошли вот в связи с тем, что вы сказали, да, тем не менее, спектакль вошёл в сотню лучших спектаклей украинских, там, двадцатого века. Тем не менее, я знаю просто от многих людей, которые занимаются театральным процессом не в рамках государственного театра, что их не признают, они не попадают ни в какие там программы, ни в какие фестивали. То есть их официальный театр такой украинский обходит стороной. Постепенно это меняется. Вы тоже, да, с этим столкнулись? Безусловно, безусловно. Это, я бы так сказал, это параллельные прямые. Тут как бы каждый занимается своим делом. Но параллельные прямые не пересекаются, а я всё-таки, мне кажется, вижу медленное, но вот такое сужение этих параллельных прямых. Да, в провинции особенно, вот допустим, в столице это в меньшей степени, это уже всё-таки больше вот так переплетается. В провинции, а я к огромному сожалению, это, в общем, вещь довольно резкая, но на сегодняшний день я Харьков считаю в театральном смысле большой культурной провинции. В отличие от галерейного дела, от музыки, ещё там от, так сказать, от вещей таких любопытных. И мы сталкиваемся с этим довольно часто. У нас же два театральных вуза профессиональных, институт, университет, национальный университет, мистец и академия культуры. Так, там мне рассказывали, там вот мастера, там народные заслуженные артисты, они студентам говорят, что будете плохо учиться, вас ни в один театр не возьмут, и будете вот там в доме актёра, где все неудачники, значит... Так это для студентов стимул, наоборот, учиться плохо. Да, это говорит, конечно, о том, что они друг друга не слышат и не понимают, и у них разные совершенно... Там вообще очень серьёзно, там сейчас колоссальная проблема в том, что педагоги существуют в каком-то вымышленном своём иллюзорном мире, который там где-то задержался на пороге там 50-х, 60-х годов, вот того самого 20-го века, вот, и они втирают, простите мне, такой сленг, студентам какие-то вещи там 50-летней давности, и они уверены в том, что они такие мэтры, и студенты, значит, вникают в это, а на самом деле студенты над ними смеются, их не уважают, там, в общем, так сказать... Ну, потому что информация уже более доступна, сейчас можно посмотреть, что происходит вообще в театральном процессе во всём мире, да? Потому что они, вот, как раз наши многие мастера, они не знают, то есть, может быть, они слышали о том, что есть интернет, но они не пользуются. Ну, сейчас же очень тяжело вот это, я говорю, втирать, сейчас же очень тяжело втирать что-то про себя, когда ты можешь любой кнопкой вывести шедевры мировые и рядом с ними поставить вот это своё надбоння и увидеть, какая колоссальная пропасть, но они же этим не занимаются. Игорь, время идёт, хочется обязательно поговорить о том спектакле, который вы привезли в Одессу в этот раз. Это уже не первый раз вы будете его в Одессе играть, первый раз это было на фестивале театров «Молоко». И после этого мы были уже... Были уже один раз? Да. И настолько востребован, как оказался публикой, да, что вы решили ещё раз. Ну, я надеюсь, да, спасибо ещё Мише Журавлю, который так относится к нам, да. Ну, который инициировал и фестиваль, и ваш приезд в очередной раз. А «Зверские» или «Звериные истории» по-разному? «Зверские». Если называется «Звериные», но мне захотелось... Спектакль «Зверские истории». Я вообще люблю, у нас практически все спектакли в театре имеют название «Отличное от оригинального». Мне всегда хочется... Мне кажется, что исходное название не очень соответствует той какой-то вот сути, которую вот я вижу. Поэтому мы, так сказать, заострили немножко «Зверские истории». Хотя никаких «Зверств», конечно, там нет. По сути, это комедия. Это умная комедия. Давайте посмотрим небольшой ролик. С удовольствием. И потом продолжим, вы уже более подробно расскажете о самом спектакле. Смотрим вместе, возвращаемся в студию. И ни слова о политике. А я всегда хотела играть на саксофоне. На саксофоне. Да. Ты знаешь, что происходит с тобой, когда ты отбиваешься от стаи? Ты оказываешься вне стаи. Мы сваримся с абривой, если не остановимся. Да. Тысячи. Да. Галионы. Да. Я знаю, тут кусочек сыра, приманка. Я знаю, что подстроено. Это сыр. 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 Нет друзей у меня. Нет у дома у меня. Тебе нравится гоняться за ниткой? Ну да. Так вот и гоняйся за этой чертовой ниткой! Что тогда есть правда? Армия преобразованных метафор и антроморфизмов, одобренных привычкой. Правда, это иллюзия, в которой человек находит удобную повторяемость. Ты считала Википедию? И ни слова о политике. Ну я знаю, что сам материал попал к вам так случайно. И благодаря вам, собственно, вы открыли для украинских театральных деятелей самого автора, потому что он был неизвестен. Да, это первая постановка в Украине. Как это все произошло, расскажите? Ну так, вкратце времени немного ожидалось. Пьесу прислали на Мэйн. И у меня это всякий раз происходит. Пьесы очень много приходят. Очень много. Даже вы в одном из интервью сказали, что зачастую чтение пьесы заканчивается не начавшись. Потому что вы понимаете уже, да, прочитав там первые пару предложений, что там... И тем не менее, каждый раз ты ждешь, что вот она. Вот она. И вот когда это происходит, как в этом случае. То есть только я начал ее читать. Она состоит из 11 микро-новелл, микро-пьес, действующими лицами которых являются животные. И я начал читать первую «Три дикие индюшки в ожидании кукурузных початков». Прочев ее, я уже понял, что это совершенно гениальная пьеса. Да, не просто йокнула, но я понял, что это абсолютно вот мое, это абсолютно наше. Это в легкой, игровой, занятной форме говорить об очень серьезных человеческих вещах. Причем она невероятно современная. Понятно, конечно же, в пьесе речь идет не о животных. Естественно. Мы это понимаем. Речь идет о людях. О людях, о каждом из нас. О нашем одиночестве. Это одна из главных тем в современном мире. Причем это именно современная пьеса. Она про сегодняшнего человека. Она не про человека 20-летней давности или 100-летней давности. И вот там наши страхи, наши фобии, наши комплексы. То, в чем мы боимся себе признаться. Это все есть в этом спектакле. При этом, повторяю, совершенно не в назидательной, скучной, норовоучительной, морализаторской форме. А в совершенно игровой, яркой, харизматичной, которую разыгрывает такая блестящая четверка наших замечательных молодых актеров. Мне кажется, что юмор, кстати, это же одна из таких обязательных практически составляющих ваших спектаклей в той или иной форме. Я вообще убежден, что это уж важнейшая составляющая театра. И чувство юмора – это, наверное, важнейшее, главнейшее качество, которым должен обладать актер или режиссер. Другое дело, конечно, какое чувство. Тут очень важно найти вот это вот совпадение по группе крови, в том числе и по чувству юмора сначала с актерами, а потом и со зрителем. Вы возили этот спектакль по разным городам Украины. Ну, приблизительно одинаково реагирует публика. Потому что вот говорят же, что мы все такие разные, что на Западной Украине, на Восточной Украине совершенно разные менталитеты. Поэтому, собственно, происходит все то, что происходит. С точки зрения вот «Человека искусства». Вы понимаете, какая штука? Зритель разный, не географически. Зритель разный у нас, допустим, вот дома на стационаре. Мы играем один и тот же спектакль, допустим, вчера и сегодня. И это два совершенно разных зрителя. Это феномен театра, который объяснить невозможно. Вчера смеялись и до этого на ста спектаклях вот в этом месте смеялись дружно, а сегодня не смеются. А сегодняшнему залу это не смешно. То есть зритель не дает расслабиться и уезжать на каких-то уже таких отработанных штуках? Конечно, а гастроли в этом смысле – это потрясающая вещь, потому что дома ты все-таки в более комфортных, в более таких расслабляющих обстоятельствах. Стены помогают, что называется. На гастролях – это очень часто встреча с новым зрителем, который, может быть, что-то слышал, может быть, там кто-то был. Но это очень много совершенно новых людей, которые, так сказать, вот они сейчас пришли знакомиться. И получится это знакомство, получится этот контакт или не получится. Ну вот у нас в финале этого спектакля три коровы, которые идут на бойню. Они не знают, что они идут на бойню. Они оптимисты, они верят, что все у них будет, как всегда, хорошо. Те, кто их ведут, знают, куда их ведут и что делают. Только одна там – паникерша. И решено у нас это таким образом, что они спускаются в зрительный зал, и вся сцена проходит в зрительном зале. И они уходят, они устремляются к выходу из зрительного зала. И вот там есть фраза, которую говорит один из актеров, играющий корову. Он говорит, посмотри на этих незнакомых коров, нас тут сотни. Играется это в зрительном зале. Играли мы в Запорожье, в театре Магара, этот спектакль. А это роскошный, самый золотой театр в буквальном смысле. Там 90% золота в зрительном зале. Там все золотое или бархатное. И сидела такая благообразная публика академического театра. И каждый раз находишь какие-то новые выразительные средства в каждом новом пространстве. Я говорю, здесь надо включить эту огромную люстру театральную, хрустальную, зажечь. Все это вот осветить, это все золото. И когда он говорит, посмотри на этих незнакомых коров, нас здесь сотни. И какая-то седая дама обижена, говорит, мы не коровы. То есть и такое бывает. Задели, да, да, да. Из серии театральных анекдотов. Это очень хорошая провокация. Это очень хорошее. То есть при всей этой развлекательности спектакль провоцирует зрителя на размышления о самом себе. Это самое дорогое, самое важное. Во сколько сегодня? Давайте еще раз напомним. Одесский культурный центр. Очень легко всегда запомнить. У нас всегда спектакли начинаются в Театре 19, спектакли начинаются в 19.00. А сегодня еще и дата совершенно наша, и дата совершенно подходящих. Я поздравляю всех наших зрителей, тех, кто празднует Крещение, я поздравляю с праздником. И вот 19 числа в 19.00 театр 19 с любовью и радостью представляет спектакль «Зверские истории» в Одесском культурном центре улицы Василястуса, 2Б. А 19.00 – это, я понимаю, счастливое число по дате основания? Все просто здесь или тут какие-то еще соединились? Дата основания и много других дат, которые попадали на это число. И еще это число встречалось в очень-очень разных счастливых, этапных для нас моментах. То есть мы не придумывали название, мы просто вдруг обратили внимание, что есть число, которое сопровождает нас во все наши какие-то счастливые моменты. Вот, и, собственно говоря, вот отсюда и название. Игорь, опять-таки в одном из интервью Вы говорили о том, что театр, в принципе, призван говорить не о том, что происходит здесь сейчас, ее минутно, а о каких-то более общих, более глобальных вещах. И репертуар театра действительно строится из самых разных пьес, американских и наших, и самые-самые разные. То есть Вы все-таки стараетесь находить то, что будет понятно, то, что близко всем людям. И все-таки стараться говорить не только о каких-то сиюминутных проблемах, но и о таких, которые волнуют людей разных поколений в любые времена, в любые этапы жизни. Но я бы так сказал, что нет, конечно же, все равно театр должен говорить о том, что происходит здесь и сейчас. Или все-таки надо это актуализировать. Другое дело, знаете, если мы, вот, допустим, возьмем сегодняшнюю газету или ленту новостей и будем ее разыгрывать со сцены, это будет вот актуально очень, это будет вот про здесь и сейчас, но это будет мало художественно, в этом будет мало театра, в этом будет мало искусства. А мы можем играть «Гамлеты», ну, я тоже достаточно банальные вещи говорю, или «Горе от ума», опираясь на классические или «Кулеша». Уж «Кулеш» — это вообще что-то потрясающее. Это просто пьесы, написанные, например, в 20-е годы, 26-й год «Кулей Хурына». Мы играли этот спектакль 9 или 10 лет, а у нас были разные периоды, разные этапы жизни в стране, в том числе. Ну, у нас-то, да. Да, и у меня было потрясающее ощущение, вот как будто это он вот вчера написал, а мы сегодня... Попадание каждого ситуации, да? Абсолютное. И это есть классика. То есть, поэтому, конечно, театр должен говорить про здесь и сейчас, но он должен это говорить, попытавшись немножечко приподняться над маленькой частностью. Все-таки это обобщение. И если это обобщение происходит, тогда оно будет интересно каждому и попадать, в принципе, в каждого. Вот вы сказали, что спектакль около 10 лет шел. Как вы понимаете, что все-таки изжил себя и нужно снимать репертуары? Разные бывают способы. Это же такой болезненный момент каждый раз, я так понимаю. Разные бывают моменты. То есть спектакль, как и театр, это живой организм, он рождается, набирает, взрослеет, мужает, потом начинает дряхлеть и потом умирает. Другого еще никто не придумал, по-другому не бывает. Валерий Владимирович Фокин, у которого мне в свое время довелось учиться, крупный режиссер, он по этому поводу очень хорошо говорил, что вот если человек умирает, то никаким образом ты его за живого не выдашь. Никак. Вот вообще. А театр или спектакль может умереть, а потом еще очень продолжительное время его можно выдавать за живого. Как будто вроде что-то происходит и так далее. Вот. Но в случае спектакля, по-разному спектаклю уходят. Иногда ты сам своей волей просто, такие случаи у нас были, когда ты просто понимаешь, что все, вот спектакль умер. Вернее так, умирает. Надо раньше это понять. Не дожидаться, когда уже станет... Уже агония какой-то, да? Лучше, да. Лучше это прекратить немножечко раньше. Вот. Бывает, что уходит актер. Очень важный для этого спектакля. Бывает, возможно, ситуация, когда можно ввести нового актера, и спектакль, наоборот, приобретает какое-то новое дыхание и звучание. А бывает, с уходом актера уходит спектакль, потому что спектакль был поставлен на него, под него, с учетом его конкретной индивидуальности. Бывает так. Ну, я так понимаю, что спектакль, который зрители увидят сегодня, «Зверские истории», он не просто живой, он актуальный, и еще, будем надеяться, много лет будет таким. Надеюсь, да. Ну, вот полтора года мы его выбираем. То есть он как раз уже наигранный, как раз в самом расцвете. Это было с большим удовольствием. Его очень любят актеры. Они там так, в хорошем смысле слова, дурачатся. Они сами получают такое удовольствие от того, что они делают, что это не может не передаваться в зрительный зал. Ну, и еще раз пригласим зрителей получить это удовольствие сегодня в 7 часов вечера в Одесском культурном центре вместе с артистами, вместе с вами. Ну, надеюсь, надеюсь. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо, спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был Игорь Ладенко, режиссер и художественный руководитель театра «Девятнадцать». Сегодня в 7 часов вечера Одесский культурный центр «Зверские истории» ждут вас. Я, Марина Баконурская, прощаюсь с вами. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после начнется вечер на Думской. Оставайтесь с нами, будет интересно. Только новости культуры. Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...